Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы пойдем в другое, на мой взгляд, то ли перспективное место Надеюсь, что там нам повезет больше. Так вперед, вперед искать Ну вот, что хочу сказать. То ищет, то и всегда найдет Пошли мы прогуляться в тот угол, где видеокамера сняла в свое время фотоловушку наших. Несколько быков И нашли там, обнаружили, кажется, что есть три гонных ямки в одном месте Куча ободранных рогами деревьев И, естественно, пришли и вечером там, где нет, рядышком он гнет лосей А так как как раз в том углу находится небезызвестное поле, про которое я сейчас в своих видео рассказываю Попробуем поманить лосей с вышки до начала Ну, а дальше как сложится В общем, что смогу, покажу Что не смогу показать, расскажу Все, тороплюсь, бегу Уже седьмой час Они где-то часика в сегмент И должны начать уже отвечать Вперед к свершениям Еще хочу, что в двух словах Пояснить, почему я решил для начала попробовать поманить с вышки на поле Часто слышу мнение Вот, лоси на кону На паровозный гудок отвечают Стоит вякнуть, тут же прибегают Сложного ничего в этой охоте нет Ну, чтобы показать, как на самом деле это все происходит И как бык подходит на вабу Потому что в большинстве случаев Охотники расценивают за что В тот момент, в последний момент Когда он уже все подошел Принял решение Как говорится, идти бодаться И идет на нас напрямую Да Вот уже все просто Потому что бык уже решил Принял решение для себя И он идет к нам на драку Вот А вот все, что сопутствует до этого К сожалению, в лесу показать невозможно Поэтому я хочу попробовать это заснять На поле Там поле достаточно большое В одну сторону 100 метров В одну сторону 100 где-то 50 метров В другую сторону 250 метров Вот И хочу попробовать показать Как реально Бывк подходит К охотнику на вабу Если удастся Ну, конечно, ты понимаешь Что это тут Доля удачи Но я постараюсь Постараюсь Вас не разочаровать Ну, так все Теперь бегу окончательно Дала бы, не включаюсь Я пришел на вышку Сел Начал манить Вот Где-то через полчаса Далеко я услышал Оконя мне в ответ Понял, что бык идет достаточно молодой И стал ему молодым же отвечать То молодым, то коровкой То молодым, то коровкой Какой-то уж осторожный бык сегодня попался Мы же минут 15 Где-то тут ходят Все никак не выйдет Так укает, да укает То ли у меня корова рядом То ли я не знаю что Драться не хочет К сожалению, звуки Сами мне записать Там не удалось Потому что С собой была только Тепловизионная техника Если на Хелионе Там хоть чуть-чуть Там что-то у меня прозвучало То на Нордфорсе Где был практически Весь остальный выход заснят Там, конечно, все это Совсем без звука Поэтому я вам решил Прокомментировать Долго или коротко Через какое-то время Бык подошел на край поля И стал ходить Ходит вокруг да около Отвечает Отвечает И когда я коровкой манил И когда я бычком манил Но на открытой не выходил Потом вроде как Начал уходить вправо за вышку Вышел на ветер от меня То есть ветер был чисто От него на меня И вот это Я думал, что сейчас По кругу пойдет обходить Но нет Он вдруг выходит На край поля Достаточно быстро И начинает меня обходить По открытому Я понял, что мне повезло Что я сейчас Засниму То, что я вам обещал И вот я наблюдаю Он идет Отнимает голову Вверх-вниз Вверх-вниз То под ногами Последствую То есть он меня слышит Я ему периодически С интервалом В 20-30 секунд Воклю Он мне отвечает Но Он не идет ко мне Он То в землю нос уткнет То вверх голову поднимет Видно, что он пытается Либо следы унюхать Своего соперника Либо Либо по воздуху Поймать запах Но Как бы не получается И он начинает От меня отходить Чтобы встать от меня По ветру В чем идет Он очень осторожно Он не несется Ничего Идет Вякает Когда я его Манить начинаю Поактивнее Он останавливается Смотрит на вышку Вот на видео Там, кстати, это видно Достаточно хорошо Он смотрит на вышку Может быть даже Пару шагов В мою сторону делает Но Воздуху запах Воздуху запах Поймать Я не очень переживал Потому что там вышка Семь метров Даже если бы от меня Он запах поймал То скорее всего Это было бы Либо верхом Либо обратка От леса То есть он бы подумал Что я в лесу Ну я так предполагаю Вот Но Суть в чем Он шел очень осторожно И он молчал Он молчал до тех пор Пока Я не начал манить его Очень активно То есть когда он Совсем уже стал выходить Что вот-вот-вот Уйдет уже С под ветра на меня И я боялся Что на него накинет Все-таки запах Ну риск всегда и так есть Да Несмотря на то Что вышка Семь метров Вот Я начал манить его активно То есть буквально Так Ок Ок И он мне начал активно отвечать То есть он мне окнет Я ему тут же в ответ Он мне окнет Я не даю Еще его ок Звучит Я уже ему в ответ И он пошел прямо на меня Вот Этот момент Обычно все охотники и видят То есть Бывает же Мы просто Из-за Фонового шума леса Или там Из-за неровности местности Мы не слышим Как лось идет Где-то там далеко Вот И слух у нас Послабее Чем у него Раза в четыре А он нас слышит Он идет Идет осторожно Подходит Под ветром Пытается кругом обойти Следы понюхать Если он наши следы засекает Все Он тут же убегает Я для того Чтобы Мои следы Не Унюхали И когда я выхожу На поле Иду к вышке Я перед этим Сапоги Натираю Хвоей И полынью Обязательно В обязательном порядке Тогда еще Более-менее Там Надо не пять Шесть часов ждать А через полтора Два часа Уже все Они мой след Не вынюхают Так же Как в этой ситуации Было Поэтому Хочу обратить Ваше внимание Что Когда пошел уже Активный Диалог с ним Вот только в тот Слой В тот момент Он уже пошел Прямо на меня И тот Тоже не очень быстро А тоже пытался Принюхаться То есть Он Ситуация Вообще была смешная Он смотрит Под вышку На вышку Он не смотрит Он не понимает Что я сверху Да Вот И я еще Когда уку Я так ладонь Рук прикрываю Чтобы голос Звук вниз уходил Вот Смотрит на пустое место Пытается унюхать меня Но продолжает подходить Он не видит меня Но пытается подходить В общем В итоге Когда он подошел К метров на двадцать Я рассмеялся Уже не выдержал Он убежал Это Был Первый момент Первый сюжет Как вот я В той ночи На себя Выманил И заснял его выход Ну а после этого Я С чувством Оспомного долга Вот Собрался И Пошел домой До дома Немножко Пять километров Большая часть по лесу Почти четыре километра Чуть-чуть по дороге Потом по лесной Пройти Иду по тропе Тропа Метров Пятидесяти от края Делянки Небольшой склон Вот этот метров пятьдесят Потом метров Тридцать-сорок Лесополоса И маховое болото Начинается Думаю Дай попробую Окнуть Окнул раз Окнул два Окнул три Слышу ответила Недалеко Неблизко В общем Где-то там Ответила Причем Скажем так Если шел влево То это где-то там Справа Под сорок пять Примерно Где-то на болоте Или за болотом Тормознулся Думаю Дай-ка еще Подождал Десять минут Вроде как тишина Еще окнул Раз Слышу Опять укает Опять укает Вроде как молодой Думаю Дай попробую Раз уж так Повезло До этого Несколько дней Бегал Как говорится Не слышал Не видел А тут Одна ночь Уже второго слышал Ну Начал манить Он ухнет Я ухну Он ухнет Я ухну Потихонечку Начал подходить Потом опять замолчал Замолчал И шел ко мне Молча Наверное Дистанции метров 150 Вот на 150 метрах Я вдруг услышал Опять уок С его стороны Я ему ответил сразу Он опять уок Я ему опять ответил Он идет Но Голос подает Очень редко Потом Вышел от меня Опять Буквально Как я говорю На траверс То есть Делянка Склон Лесополоса Он напротив меня То есть На самое кратчайшее Расстояние Между болото И звуком И местом Откуда он слышит Звук соперника Дело в том Что Что лоси Что Волки Потом Мы тоже этого коснемся Они Уокнул Я ему в ответ Он шаг Опять уокнул Я ему опять В ответ И вот тут уже У нас пошел Диалог с ним Более веселый Скажем так Он мне Ук Я ему Ок Он мне Ук Я ему Ок И так Это буквально Через Две-три секунды Все это То есть Его Ук еще не закончился А я ему уже Уок В ответ Вот Звук на звук Накладывается Он толком Не может меня Расслышать Дистанция уже Минимальная Там вот видите По видео Там сколько Метров 40-50 Оставалось Он вышел И все И тормознулся На меня смотрит Я стою Фактически На открытом На меня смотрит Ошелевший Ну что Я ему Поаплодировал Думаю Ну молодец Говорю Хорошо Спасибо за выход Вот Разбежались Он побежал Не знаю В общем Куда он И я пошел домой Вот Если это Был Тот же Был Когда я С вышки Его манил То Представляю Его расстройство Два раза Его поманили И оба раза Такой облом Первый раз Над ним Посмеялись А второй раз Ему поаплодировали Ну ладно С этим Хватил Конечно Хотя это все Достаточно весело Было Вот Думаю Вот Ночка Задалась Елки-палки То не Не было Не гроша А тут вдруг Алтын Думаю Дай-ка Заверну туда Вот где Это я рассказал По поводу Гонных ямок Там где Много гонных ямок Три штуки На одном месте Фактически Дай-ка Тогда уж Заверну Раз иду Там крюк Небольшой Совсем Попробую Там Поманить Пришел Туда Видимость Ноль Вижу Только Чуть-чуть Вперед По дорожке Чуть-чуть Назад По дорожке Везде Листва Все Сверкает Вот Чем Обидно Что Селенчик Уже Подсел Я убрал Рюкзак И Для съемок У меня Оставался Что Во втором Сюжете Что Сейчас Оставался Только Ночник Уже Нордфорс Картинка У него Сами Понимаете Не супер Ну Хотя Все Видно Но Картинка Не супер Конечно Листья Пестрят Фактически Ни черта Не видно Ну Решил Парабить В общем С этого места Вяк 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 Опять Долго Ли Коротко Слышу Далеко Далеко Ук И этот Ук Уже Явно Не молодой А что То Такое Достаточно Солидное По Голосу Согласуется С теми Отметинами От рогов Которые Мы Видели Там На земле Вот Он Бодал Вот На Березы Ободранные Уже Как бы Соответствует Одно Другому Ну По Окали По Окали Он Шел Очень Осторожно То есть Он Укнет И Тишина Долгая Тишина Я Ему Коровкой И Бычком Он Молчит Думал Что Все Стою Думаю Пытаюсь Сообразить Где Я Прокололся На Чем Слышу Птицы Крылья Спорхнули И так Что-то Там Улетело То ли Рябчик То ли Текер Не знаю В общем Кого-то Он Спугнул Вот На краю Делянки От меня Далековато Метров Боюсь Соврать На метров Триста Туда Точно Раз Крылья Захлопали Улетело Я Напрягся Немнож Стою Жду Слышу Чуть-чуть Поближе Ко мне Раз Ветка Треснула По делянке Честно говоря Тихо Идти Очень сложно Там И веток Набросано Сухих Много Молодняк Подрастает Слышу Ближе Треснуло Опять Тишина Проходит Там Минут 5-10 Чуть-чуть Опять Ближе Треснуло И Тишина Ну я На всякий Случай Пару раз Укнул В ответ Тишина То есть Вообще Ноль А он Подходит Я Нутром Чувствую Что он Подходит Где-то Когда до него Оставалось Метров 120 Наверное Может быть Чуть-чуть Побольше Он Ревкнул Вот Сразу То есть Тишина Тишина Я вдруг Так Вот Я Напрягся Тоже Включаю Запись На прицеле Стою Жду И Опять Тишина И Следующий раз Голос Он подал Когда до него Оставалось Метров 70-80 Я ему В ответку А он Опять Молчат Укнул Бык Выходил Настолько Осторожно Что То ли Он Уже Стрелян Когда-то Был В общем Бык Матерый Бык Умный Вот Сдуру Не Вылетел Вот Когда до него Оставалось Метров 70 Забодал Березку Там Даже На видео Видно Как Березка Там Дернулась Вся Вот Вот Тут Он Пару Раз Укнул Я ему Опять Укнул Уже Когда Он Рядом Совсем Болт И А Идет Так Что Я В Принципе Не Вижу Он Идет Краем Дорожки Прикрываясь От Меня Ветками И Когда До него Оставалось Там Уже Не Зная Шагов 30 40 Может Быть 50 Максимум Вдруг Он Так Тихонечко Раз И Выходит Встает На Середину Прагала На Середину Дороги Я Вижу Ну Что Оставалось Все Опять Ему Поаплодировать Вот Бык Побежал Искать Себе Соперников Я С чувством Исполненного Уже Полностью Исполненного Долга Пошел Домой Знаешь Что Я Несколько Раз Говорил Что Охота На Гонова Она Подразумевает Еще И Удачу Вот Эта Ночь У меня Была Удачная Реально Удачная Три Выхода За Одну Ночь В Течение Сколько Четыре С половиной Часа У меня Где-то Все Это Заняло Может Быть Пять Часов Это Для Наших Угодий Это Большая Дача Может Там Где-то Быки Прибегают На Паророжные Свистки Может Где-то Стоит Сломать Ветку И Быки Со Всего Леса Бегут Туда Разбираться Кто Там У них Ветки Ломает В Наших Угодиях Извините Ребята Это Укать Ходят Многие Слышат Гораздо Меньше Людей От Ветки А Стреляют Еще Меньше Людей Не знаю С чем Это Связано Может Потому Что У нас Угодия Предполагают Для Быков Более Скрытный Подход И Они Могут Вовремя Определить Что Это Охотник Может Быть То Что Они Настеганные В принципе Людей Много Местность Достаточно Заселенная Фактор Беспокойства Большой Но Часто Очень часто Быки Вот Как Этот Третий Выход Выходят Практически Молча Молча И ты Не видишь И не слышишь Его До того момента Пока он Перед тобой Не оказался Ну Там Может Ветка Где-то Треснет Бывают Такие Молчуны Что Вообще Стоишь Око И шок И шок И шок И тишина Вообще Ничего Ни шолоха Ни шороха И вдруг Чувствуешь На тебя смотрят Поворачиваешься назад Смотришь Тепло А он Вот он 50-60 шагов От тебя Стоит Сзади тебя И смотрит Вышло молча Вообще без Такой Такой У нас У нас Тоже Бывает Причем Очень Часто Ну Вот В принципе Все Что я Хотел Рассказать О гоне И лосе Я рассказал И даже Что-то Показал Надеюсь Вам это Будет Интересно Вот Пока Мы Ходили Искали Я ходил Искал сюжеты Для того Чтобы снять Для вас Гон быков И выход Их на вабу Выход Их на вабу Вот Я параллельно Еще И Разбирался Что у нас С волками У нас Выявилось Семейство волков Вот Семейство Немаленькое Поэтому Теперь Я буду С вабой На быков Лозе Я заканчиваю И перехожу На вабу Волков Вот Так что Следующая Наша Встреча Скорее всего Будет уже По Волкам Вот Контрольная Ваба Определение Логового Участка Я уже Как бы Определил Примерно Знаю Где у них Логово Все это Вот Ну в общем Контрольная Ваба И будем Пытаться Как-то Их взять Либо на вабу Выманить Флажить Там очень сложно Вот Особенно Если нет Чистых Хороших Тропок Дорожек И не удалось Заманить Их туда Где-то Легко Офлажить Их Вот Ну в общем Будем Вабить И смотреть По обстоятельствам Что там Будет Происходить Дальше Ну и так Пока До следующей встречи У нас здесь Завелся Волчьи Выводок Вот Будем пытаться Найти Ищели Где Волчьи Выводок Держится Как я же говорил У меня Две Любимых Охоты Охота На Луков Лосей На Вабу И Охота На Вабу На Волков Вот На Эти Так Идем В лес